А ты что, не отжимаешь, что ли? Я не знаю, как. Потому что воды не будет. И как делать это всё? Всем большой привет! Сейчас Валера должен привезти Настю. Я стою вон в одежде, в куртке. Подсказываю Лизе, как нужно прибираться. Хотим проехать по магазинам. И вот и Лиза у нас тут прибирается. Потому что я на этот стол обычно всё выкладываю, все наши покупки показываю. Вот я говорю, чтобы было чисто. Ещё и Лиза должна будет поднять все шторы и запустить робота-пылесоса. Да? А потом что? Ты сухой тряпкой вытираешь. Правильно? Угу. И Лиза уже составила всю посуду. Всё поставила. Только кружку. И прошу её переодеться. Она целый день у нас так ходит в этой пижамке. Очень удобная, да? Мягкая пижама. Не, я потом вот так вот не делала. Сейчас хотим проехать в фикс-прайс. Нужно проехать. Потом нужно проехать в магнит. Купить подсолнечное масло. А, вот видишь, тебе повезло. Шторы уже все подняты. Все уже подняты. Осталось только что? Запустить. Мама, а вот если честно... Что, если честно? Забыла. Бывает. Убирай отсюда свои новые трусы, кофту, футболку. Ты так её не унесла. На улице у нас был хороший снег. Сейчас Зевсу отдала покушать. Кушает там стоит. Настенька уже приехала. Заходи. Не стесняйся. Трактор чистил дорогу. Да проходи, не бойся. Это ж только там. Вот. Всё хорошо? Привет! Все люди с работы возвращаются. Все домой. Ну, ещё пока машин, в принципе, мало, да? Тут вообще и без фар ездят. Не горит, потому что что-то. Пусть не горит. Время 6 часов вечера. У нас уже темнеет. Сейчас буквально минут 7-8. И уже ночь будет, да, темно. Потому что вот пишут то, что 8 утра. У нас, говорят, уже светло. В 7 утра у нас вообще ночь. Как будто бы часа 3 ночи. Темень. Всё равно прибавка день прошел. Да. Ну, уже да. Это, можно сказать, уже светло. В 6 часов вечера. Обычно в 6 часов вечера уже всё у нас. Очень-очень-очень темно. Парк Елены Иглиной. Ёлочки так подросли, да? Помнишь, какие они были малюсенькие? Сейчас такие большие. Здесь, вот, у нас ещё Новый год. Ещё огоньки. Вообще можно всегда ставить, да, красиво? Ну, красиво, да. Вот эту аллею тоже сделали красиво. Здесь такие лампы поставили. Их плохо видно из-за ёлки. Как бы освещают. Да. Аллею. А рядом администрация. В общем. Прокатили вас немножко по Иглину. Вот здесь вот РОВД, эти ёлочки, да? Правильно я называю? Да. Такое здание. Вот это суд. Сюда на суд везут. Суд. Да, здесь музей. Музей краеведческий, библиотека. Всякие магазинчики. Шоп. Шоп. Музей. Клиники УЗИ. Да? Здесь у нас двухэтажки. Здесь ещё УЗИ клиника новая тоже открылась. Ветеринарка. Ветеринарка. Здесь пятёрочка ДНС. Тут больница детская. Центральная районная. Центральная районная. А я всё время путаю поликлиника. Центральная районная больница. В общем, непонятно. Здесь у нас пушки стоят. Магазин. Или не магазин. В общем, кафешек разных. Тоже много гостей. Вот такое грязное. Ничего не видно. Ничего не видно. Чё там, Валера? Потерялся? Мелочек. Сейчас зайдём в фикс прайс. Нужно купить кислородный очиститель. Посмотреть, чё там, что интересного есть. В общем, что понравится, то покажу. Потому что там вроде бы дёшево, но много таких предметов, которые, в принципе, и не нужны. Поэтому я стараюсь в фикс прайс ходить с холодной головой. Не загребзти всё на свете. Вот вечером классно, да? Никого нету. Успокойно. Валера сразу же своей. Вот этот заработал. Валера сразу к своим игрушкам. Вон, Пикачо, вытащи и лези. Что, не получится? Попробую Пикачо вытащить. Она будет рада. Пикачо. Да, он, мне кажется, не вытащил. Да. Сладник какой-то. Вот этот. Вон тот. Ну, тот, но вряд ли. Рыбка. Рыбку надо выйти куда сперва. Ну, попробуй. Такие игрушки красивые, да? Угу. Я их лишь бы в эту играла. Не кажется, даже он это не вытащит. Если вот этого ряда. Вот так. Она за Пикачо зацепится, да? Нет. А? Нет. Она, наверное, не вытащит. Вот. Вот она, наверное, попадет. Ну, он плотно может сидеть. Давай. Так, плотно. Попробуй вот этого всё-таки. Или рыбку. А, ты уже с собой нагрел. Да, там мелочь. Конечно, тебе. Он как... Ты сюда приходишь чисто вот в эту поиграть, да? Чё он пупит. Тебе прикольно в эту играть. Попробуй не вытащить. А вот эту. Рыбку. Нет, вот эту тоже плотно сидит. И вот, короче, она сперва всклурять. А вон ту лягушку? Нет, не достанет там. А рыбку захвати. Хочу. Она вроде не так плотно. Не знаю. А чё она вообще туда ушла, видимо? Не знаю. А за ухо, наверное, зацепилось. А, может быть. В общем, о, какие привезли новые. Вот. Висючки всякие. Висюлечки. Колочки. Цветочки. Здесь у нас День Святого Валентина. Сердечки. Набор мини-хлопушек. Раньше, помню, в школе у вас был, Оляр, коробку ставили на День Святого Валентина? Да. И мы складывали туда свои валентинки. А потом по классам разбирали, что такое. Что такое вообще не открывается. Дёнок. Подарочный пакет. Здесь и волк есть. 43 рубля. Какой ты красивый, да? Блестит. Есть лев. Красивый пакет. Вот, какой-то символический. 249. Тебе покорятся любые вершины. Красиво, да? Даже не обязательно, там, на День Святого Валентина. Просто так. Такой вот подарочный набор. А, это 23 февраля. А, я только сейчас догадалась. Думаю, что-то всё для мальчиков. Ручка подарочная. Ручка подарочная. Это держатель для карт. Вон он, такой надо. Набор скрепок. А это... Кошки играть будут. Ой, они потом куда-нибудь. Набор воздушных шаров. В военной тематике. Такие. Проекционный фонарик. Калькулятор-приставка. Набор ручек. Виды робота. Обложка для паспорта. О, прикольная, да? Вот, ещё такая обложка для паспорта есть. Ручка, фонарик, привилок. Прикольно. А, это арбом. В прошлом году они были. 149 рублей. Копилка робот. Подставка для телефона. Прикольные подставки, да? 116 рублей. Для любителей космонавтов. А это что такое? Кочелка космонавта. Точелка. 199 рублей. Для мальчишек прикольные, да? Такие. На 23. О, это что такое? Это лилия, да? 69 рублей. Ну, они будут покупать. Или я покупала. Какие-то у меня не взошли. Не знаю, здесь луковки немножко, конечно. Здесь вот одна. Может, и не там ещё. Луковки не очень. Вот, завезли уже бродскую смесь. Ценника здесь нету. Наборки садовых информаций, таблички. Контейнеры. Контейнеры. Такие вот сразу же. Удобные с подставкой. Такие кассеты. Такие. Опоры для растений. Деревянные. Тоненькие. Не знаю, что выдержит. Неизвестно. Фертика. Удобрение. Это для томанов. Томатов, скорее всего. Стадии роста растений и формирования плодов. Не надо таблички, чтобы не забыла, где что растет. Нет, мне не надо. У меня есть видео. Здесь что? Торфяные таблетки. 8 рублей. Одна штучка. 8 рублей 70 копеек. Удобрение. Кактусы. Фитовспорин. Так, с ценниками буду снимать. Корейник. По корневину, наверное. Янтарная кислота. Морганцовка. Вот эти очень хорошие тоже. Купить можешь мне муж на 8 марта букет подарит. У меня закончилось для цветов. Вот эти цветы. Вот такие я могу купить. Нет, это для срезанных цветов очень хорошее. Нет, банкет куплю. Увеличивают жизнь. Искусственные, что ли? Да, они долго стоят хоть здесь. Что вообще такое? Дешевле и доль стоят. Ты хочешь меня это что? Между тем порт. Для рассады. Для растворения. Удобрение. Активный рост, снятие стресса. 59 рублей. Что-то новенькое. Азот, фосфор, магний, калий, плюс аминокислоты. Гроза. Саняки не на все есть. Угу. У них всякие игрушечки. Машинка вам прикольная какая. Что за машина такая вроде. Танчик военный. О, военная. Там вон танк есть. Где? О, танки привезли, да? 23-го тоже февраля. Ну какой. Танк. Голова крутится. Ты уже потрогала, да? Я поиграла. Поиграла уже. Танк прекрасный, да? Тебе нравится подарить на 23 февраля. Смотри, Валер, музыкальный 3D пазл. Музыкальный 3D пазл. Собираясь, слушай мелодию. Развивает логическое и пространственное мышление. Инструкция внутри легкая, понятная. В общем, поверни верхний цветок по часовой стрелке, чтобы услышать музыку. А вот это тоже музыкальный конструктор. Это домик-мельница, да? А это куколка такая. А здесь еще вон какая есть. Давай, Лиззи, купим. А какой возьмем? Куколка, наверное. Это для мальчиков. Это для девочек, наверное. Да, это больше как для девчонок, а для мальчишек. А вот еще здесь что-то. Здесь еще что-то. Агро-верму кулит. Здесь килограмм 800 грамм 69 рублей. Карбамид 69 рублей. Дренаж 39 рублей. Игрушка с летающей феей. Ага, летающая фея. Вестелые шестеренки развивающие. Мягкая мозаика. Игро-мудрые королевы. Мягкие игрушки. Вот такие 349 рублей. Вот это для маленьких деток очень хорошо развивает. Кругленький моторик. Конструктор, 22 детали. Вот такая на игрушку счеты. Ну, мы же не надо такую. У нас уже Элиза есть. Объемное панно для раскрашивания. Элиза уже знает, Элиза уже есть. Игра на набор дорожные знаки. 149 рублей. Набор для творчества. Сумочка 249. Зайки. Ильята. Разные животные. Тактильные мячики. 249. Возвивающие занятия. Конструктор, парк развлечений. Вот такой парк. Вот такой парк. Потом такой еще парк. Вот такой вот парк. Любой парк. Отвертка в комплекте. Отвертка в комплекте. Нет, еще и отвертка. Это что такое дартс? Да, прикольно. 149 рублей. С мячиком на лепучку кидаешь. С мячиком, да. Лэншей тебе. Да. Кротики. Стелин. Лопат. Цифры. Учим цифры. Два. Ой, вообще классный, да, малышей? Сейчас это поздно. Да, сразу пальчики показывают. Очень клево. Здесь только цифры. Цифры, формы. Времена года. А, азбука есть. Ой, вообще так интересно сделали, придумали. Времена года. Ценник. Ценник, ценник, не найдешь. Что неизвестно. Загадки с наклейками. Развитие через игру, формы. Через 10. Вот раньше было вот это средство здесь. Видимо, раскупили его, что ли. Что-то я не вижу. Вот этого круглого средства. Бор назывался. Ваниш есть. Тогда возьмем вот этот курсоль. Ну вот. Зря приехали. Не осталось. Сейчас через 10 минут уже закрывается. Я здесь задерживаться не буду. Быстренько пройду, посмотрю. Трусишки. У Настю есть хоть какие-то одни. Нет. Маленькие. Свиршоты. Форма для луточки. Форма для луточки. Вот такая форма. Такая форма складная для кексов. 279. У тебя карточка есть? Да. 279. Так пойдет. Все в монет. Ну как хочешь. О. Йогурт. Кто-то чуть майонез меня не прибил. Такие йогурты. Хочу купить. Да. Там монетки раздвинут. 20 грамм. Ну если здесь выгодно, здесь возьми. Нет. Здесь 79. Да, ну бери. Кажется. Ну как хочешь. Сейчас так засниму. Прихватка кухонная. Это все в одном стиле. С теми формами. Так. Ну и в принципе нам там больше ничего не надо. Туда не пойдем. Давай. На кассу. Лопатка. Лопатки хорошенькие, я скажу. Силикон не твердый. Хороший. Такая ложка. Маленькая. В общем, вот этот вот коллекция довольно хорошая. Мне понравилось. И запаха нет. Ну, вообще неудобно. Работают до 7. Вот так. Кто с работы возвращается. Кто как. Ну, наверное, потому что сам рынок работает до 6. На улице пошел снежок. Сам рынок работает до 6, а... Или даже до 5. Рынок до 5. А они поэтому до 7. Ну, хотя в городе... А в городе до скольки? И до 9, по-моему. До 10 даже есть некоторые. Фикс прайс. Какой снег пошел. Монетку надо где вот здесь поместить? Нет. Магнит в тот заедем. Где этот? Майк. Майк. Не понял. Где администрация? Вот так, снег. Нет, нет, идет. Нет, нет, идет. Вот. Шапку мужу купила. За целых 200 рублей. Вон аж как все замело. А это почему? Это потому что я себе волосы закрутила. И нужно пойти снегу, чтобы все распустилось обратно. Короче, ты виновата, что ли? Да. Это как возьми зонтик и пойдет... Не возьми зонтик и пойдет дождь. Обалдеть какой. Сильный-сильный снегопад. Мне нравится когда снег... Ну, клевый снег. Тепло, считай. Когда тепло, да. Крапо. Вчера была весна, сегодня зима. И вот такая вот дорога здесь. Сейчас едем в... Неужели магазины не могут возле себя почистить и расчистить? Вообще невозможно. Ну, красота. На тележку. На тележку. Мандарина красивее, чем в этом, да? Новый год. Но. Бери, я тоже буду. Я тоже буду мандарин. Больше брать? А? Больше брать. Ну, еще заедем. Завтра зайду. Семечки мандарин. Достаточно. Да. Пойдет. Вот, крома какая-то в последнее время не очень. Да. Крома как-то не... Вот так, конечно. Но тут хорошо. Не мешает снимать. Бананы надо взять. Бананы, но здесь сто, сто третий девять. Апельсины снова подорожали. Каждую неделю разные ценники. Стоит пятнадцать или надо. Давай перенабирай. А то водороход, чтобы я и видео снимала, и сама набирала. Сам снимать не хочет. Ай, во сто сорок девять. Бананы двести сорок девять. Нектарины хочешь? Четыреста. А не быстро там. Ну, забирай там. Потому что их только завезли. Они полежат и будут хорошими. Сто сорок девять рублей. Много не бери, так чуть-чуть. И Лиза тоже любит. Настя любит. Нарезаешь, ей нравится. Яблоки тоже сто двадцать лет. Сто сорок восемь. Яблочки подорожали у нас. Обычно были сто двадцать рублей. Да, пойдет. Достаточно. А? Любовый. О, нектарины. Я и говорю, нужна тебе нектарина. Нет, еще рано. Нектарин лет. Нужный сахар взять. Это что, золотая капелька? Блага возьму. Валя, аккуратно поставь. Какие-то новые ганионии. Сто сорок девять. Макароны. Спагетти. Ну, какие-то, вон, а, они большие, крупчатые такие. Ну, их там фуршировать можно. С фаршем. Это сваришь. Прикольно. А что, масло одно, что ли? Да, одно взяла. У меня еще есть топленое масло. Его тоже нужно использовать. Гречка 33 рубля. Рис. Такая гречка есть. Чечевица. Басматин. Булкор. Маш. Гречневая мука. Овсяная муку. Аккурузная. Нет, у нас всякое есть. Без глютена. А здесь Адыгейская сурога с варузи. Только в этом, да, в пятерочке по нашей стороне была. Да. Сейчас здесь. А, вот. Сахар пал. Вот же еще есть. Ага. Подсолнечное масло. Мы еще даже так стали делать, что берешь и типа под соусом. Это, наверное, как суп быстрого приготовления. Нет? Что это? Сам барик. Нет, это просто макароны и рецепт. Нет? Сыр, да. Дополнительно вам понадобится 150 грамм бекона, 100 миллилитров молока или сливок. Соус для приготовления внутри. Ну, то есть, только соус и вот это. Да, вот здесь тоже соус. Да, а мясо, бекончик вы уже сами покупаете. Ну, конечно. А это что? А4. Макароны в сырном соусе. Давай им возьмем. А, это просто тупо макароны? Это, наверное, просто макароны? Что это? Чеддер классический. Макароны изделия сложения в сырном соусе. Чеддер классический, быстрого представления. Стоп на корону. У нас, беконки, любят А4. Не надо. То есть, ну, здесь просто тупо макароны. Ага. Хайпуют, хайпуют на детях. Так, нам надо помидоры, огурцы. Взять. Огурцы 249. Помидоры 239. Не, лучше чижик проехать, что ли. Потому что, что копаешь у девчонки просили. Там, наверное, возьмем. Здесь покупать не будем. И Васи дома есть, если хочешь. Что-то я кушал. А, вот плохое. Варгушу. А, каша вкусная. Такая. Утка с яблоком и апельсином. 129 рублей. И это, с индейки. Шпруту возьми, можно? Да, возьми. А вот эту возьми себе. Я не хочу. Я наелась уже, да. А кипа смотри. Скумбрию. Валера говорит, про скумбрию в соусе у ноги. Перевели? Сейчас увидел, что-то. Выданного не хватает. Да. Продолжение следует... 24 есть. А, это все-таки 30. Морковка у нас 62 рубля. 28. Такая здоровая морковь, да. Прям одну взял. И хватит, да. Начнем с фикс прайс. В фикс прайсе взяли вот такой музыкальный 3D пазл. А как это работает? Вот такая, не знаю, девочка какая-то. Собираешь, крутишь, и музыка должна. Быть. Дальше взяла персоль, Настя. Персоль. Стоп. Персоль, Настя, отнеси сразу. Сейчас, подожди. И вот эту тоже. И взяла вот пятки. Чистилку. Зингер самая нормальная. Элиза, откуда? Выключи чайник. Взяла йогурты. 24 рубля для цветов. Вот такую подкормку. Муж взял шапку за 200 рублей. Он не хотел, потому что у него в ужасном состоянии шапка была. Померь. Сейчас у меня голова мокрая, я вспотел. Ну вот, померь. Можно мне? Давай, может тебе подойдет. Ну она такая, сейчас как раз на весну. Ну как? О, классно. Вот у Лизы такую надо купить тоже. Неа. Давай. Логопеду. Клобопеду. Клобопеду. Ну вот это целиком угодно. Вот смотри, иди, как тебе идет. Вот шапка за 200 рублей. Зато всю зиму мы... Я и говорил тебе вот... Дальше доставать. Ходили. В частном магазине взяли. Валера взял вот такие шашлычные колбаски. Потом пирожное медовое. Медовое пирожное. Тоже в частном магазине. Чижики. Чакопайки были маленькие. Лиза, не надо пока не открывать попозже. Иди отнеси пока туда в зал. Чакопайки. Барни. Валера себе брал вот такие синтуки. Чижики. Понравились, да? Синтуки. Писташки. ММДемс. Две штуки. Скумбрию. Одну. Так, 79 рублей, 69 рублей. Скумбрия 179 или 189. ММДемс 39. Фисташки 89. Взяла творожную массу. Курогой 69, по-моему, рублей. Помидоры 209. Огурцы тоже 209 рублей. 109 рублей. Взяла вот такой гель какой-то. До этого не видела. Ла Байнел. Ла Бинел. Не знаю. В общем, взяла я для кроссовки стирать. Потом спецовку стирать. Вот для такого. И вот этот запах мне больше понравился, чем АЛ. Вот этот, который до этого в Чижике брали. Ну, не знаю. Тоже посмотрим. Попробуем. Он прозрачный, этот гель. Настя, давай отнеси то, что я тебе сказала. А, ты уже отнесла, что ли? Чего тебе? А, еще вот два сырка вот такие взяли. Попробовать. И сейчас перестали туда привозить Александров, да? Или как он? Ну, какие-то вот, которые постоянно мы покупали. Тросси, по-моему. Такие сырочки. 39 рублей. Дальше магнит. Валера взял кофе. Сколько стоит? 179? 179. 119 рублей мини-пирожные. Нам вот это больше понравилось. Из всего, ну и брауни, который в синей упаковке. А который я отдельно покупала себе брауни. Мне он вообще не понравился. Взяла колбасу вареную. Хочу приготовить окрошку. О, моя любимая. Я? Да. Я любимая? Или окрошка? А ты любимая, а я. Просто любимая. Ну, в смысле, ты понимаешь? Ну, приятно сказал. Так, бананы. Бананы. Дальше подсолнечное масло. Валера взял себе хлеб. Это что, сахар 61? Вот такое. Что ты взял? Шпроты. Шпроты. В масле. Или мандарины. Вот такие покупки. Овощи и фрукты нужно к раковине туда поднести. А, ладно. Я хочу вот так сделать. Да? А что ты хочешь? Знаешь, пакетики все равно не нужны. Ну, конечно. Нет, там-то я сейчас посуду помою, а потом все-то помою. Я отрву? Я отрву тогда, да? Да. А что, разродня? Что? Ну, зачем пакетики? Ну, я все опасно не отрву. Ну, пусть рвет и все. Помидорами пахнет. Да? Ты хочешь помидоры? Огурцы не пахнут, а огурцами. Огурцы, кстати, мне понравились. Нет, но они не пахнут. Понюхай, помидорами пахнут. Да ты открыл, я уже почувствовала. Как с бабулиного огорода прям. Да. А, самое главное, ты еще не показала. Еще зашли в аптеку. Аптека. Элиза, будь потише, ты такая громкая. Зашли в аптеку. Аптека Плюс называется. Вот эта аптека я взяла себе на пробу. 233 рубля. Отшелушивающий пиленц-скатка с гиалуроновой кислотой. Подожди, нет. Здесь такая же пипочка. Выдавите небольшое количество. Ну, здесь только описание, да? Давай. Вот так вот выглядит. Тоже хочу попробовать. Пока я беру все самое дешевое. Там есть спилинги и за 400 рублей. Я взяла вот такой, за 200 рублей. Напробуй, Валер. Открой, пожалуйста. Давай. Здесь такой же колпачок. Я так поняла. Нет, открытие. Открытие. Я так поняла то, что вот эта вот сеть, она вот сделана так, чтобы руками не лезть туда. Вот вся косметика. Вот фольги нету. То есть все так хорошо. Вот такая же прозрачная штучка. Ее потом уберем. Да. Не доставай. Пусть будет. Я потом когда бы сделаю. Маме взяла умывашку. Вот такой. Это я как на 8 марта маме подарочек такой сделаю. Я уже маме тоже предупредила. И крем. То есть как себе. Умываться. Ну не знаю, будет она, не будет. Она умываться, например. Может она девочкам отдаст. Катя с Анжеликой, племянницей. Но это для мамы. И взяла пенталгин. Потому что у нас уже пенталгин закончился. Взяла 155 рублей. Оформила сразу карту. А еще мне в Телеграме большое спасибо подписчице. Она самая первая вычислила. Где, в какой аптеке мы это купили. Она мне прислала. Говорит, тоже закачай вот это приложение себе. И также не обязательно вот эту карту иметь. Можно также делать заказ. Как в Формленде. То же самое. Аптека Плюс. И все. Вот, Настя, молодец. Ты всем сказала, да? Что? Где покупать? Вот сейчас сказала. В аптеке Плюс. А еще в Дзене написали. Ой, вообще все имена из головы у меня повылетали. Спасибо тем, кто написал. Кто уже попробовал. Как вам? Вот в Дзене тоже написали то, что понравилось. И крем понравился. И умывашка понравилась. Вот сейчас будем тестировать пилинг. Ну, я в аптеке спросила, а какой хороший. Потому что там разные. Ну, вот по ценовой категории разные. И за 400 рублей есть. А этот самый как бы бюджетный. И вот нам говорят, вот этот хорошие отзывы. Попробуем. Мне нравится, как оформлено. Просто ничего лишнего. Сама баночка матовая. Приятно держать в руке. И ничего лишнего. Вот КДА. Вот состав единственный я хотела прочитать. Потому что на баночках, на баночках ничего нету. Изготовитель. Китайская народная республика. Вот оно что. Северная Корея. Фисташки щелкаешь? Мам. Ты не хочешь опять? Нет, она не хочет. Мама, а вот я быстро разговариваю? Да. Обычно. Потому что, потому что я много разговариваю. У тебя, наверное, много мыслей. И тебе хочется их все рассказать. И быстро, быстро все, в общем, сказать, да? Молодец. И Лизу нужно записать к логопеду. Завтра позвоню. Пойдем к логопеду. Иногда к логопеду. Вот-вот-вот к логопеду и пойдем. Лопобед тебе расскажет, как его, как правильно называть. Ты что, не подали с мамой в День Святого Валентина Валентинка? Я не знаю такого праздника. День Святого Валентина? Да. Ты знаешь? Ты знаешь. Валентинку нарисуй, вырежу. Так ты... Мам, а я вот уже заподозрила, как я сделаю Валентинку. Там две части. Заподозрила? Вот две части сделаю щелдечко, а потом беру свой клей. И вот эти вот щелдечки вот здесь вот внизу. Вот так вот. Потом приклеят, и вот так вот можно было, чтобы было делать. Лайфхак, да? Нет. А я за 10 рублей куплю все, я не буду.